Традиционно с 23 января по 23 февраля в Краснодарском крае проходит месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Его цель – воспитание у молодого поколения чувства патриотизма, любви к родной стране и родному краю, желание служить своей большой и малой родине. В этом юбилейном для Кубани году месячник посвящен 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и проходит под девизом «Овеяна славой, родная Кубань». Торжественное открытие месячника в Славянском районе состоялось в городском Доме культуры. В зале городского Дома культуры собрались школьники и студенты из всех поселений Славянского района. Те, кто станет непосредственным участником практически всех мероприятий, запланированных при проведении Всекубанского месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. В числе приглашенных были и военнослужащие, общественники, казаки, ветераны, труженики тыла, офицеры запаса и участники локальных войн. Собравшихся приветствовал глава Славянского района Роман Синеговский. Девиз «Овеяна слава, родная Кубань», под которым в этом году проходит месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы, понятен и близок каждому из нас. Наступивший год – юбилейный для нашего края, для Славянска на Кубани, станицы Хуторова. Ведь освобождение Кубани от немецко-фашистских захватчиков – это наш краевой день победы. Он поблагодарил всех, кто принимает участие в организации «Месячника» за большой вклад в работу по патриотическому воспитанию молодёжи. А ребятам пожелал принять самое активное участие в мероприятиях «Месячника», услышать и прочувствовать подлинные истории героизма кубанцев на фронтах Великой Отечественной войны и в битве за Кубань, за освобождение Славянского района. Сегодня большое количество молодёжи муниципалитета активно интересуется военно-патриотической работой. Самое активное участие в «Месячнике» ежегодно принимают учащиеся 16-й школы. Во время открытия «Месячника» 2018 года ребята возложили цветы к мемориалам в парке «Сорокалетие Победы», где с этого дня начал свою работу пост номер один. 23 января на почётное дежурство заступили члены военно-патриотического клуба, который так и называется – пост номер один. Весь месяц эти ребята, а также учащийся школ по выходным и в дни, являющиеся значимыми в боевой истории нашей страны, будут нести здесь вахту памяти. Память должна оставаться о ветеранах, и мы должны помнить их подвиг, потому что благодаря им сейчас мы живём, и мирное небо над головой. На митинге, прошедшем в городском Доме культуры, со сцены было сказано много правильных слов о важности проводимого мероприятия. Мы помним, какой ценой был достигнута эта Великая Победа. И наша задача, задача подрастающего поколения сделать так, чтобы история не была переписана. Она была такой, какая она была на самом деле. Внимание, которое уделяется подвигам солдат Победы, очень приятно ветеранам, которых у нас осталось не так много. В Славянском районе сегодня проживают 86 ветеранов Великой Отечественной. Трое из них – Фёдор Данилович Коваль, Филипп Ананевич Дреев и Василий Васильевич Веркель – присутствовали на открытии «Месячника». Это большая очень работа, сложная, интересная. Это патриотическая работа. Я считаю, что здесь прекрасно работали наши солдатки, матеря, казаки. Для нашей молодёжи воспитательная работа. Я считаю, что это большой праздник, и он нужный, и мы её будем проводить всё время. При проведении «Месячника» военно-патриотической и оборонно-массовой работы есть свои традиционные мероприятия. В этом году мероприятия, проходящие в школах, музеях, библиотеках и кинотеатре, будут посвящены теме 75-летия освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. Сотрудники Краеведческого музея проведут экскурсии для молодёжи по мемориалам города и района, каждый из которых хранит частичку героических военных событий, будь то прорыв голубой линии на реке Курка, либо освобождение станицы Славянской и других станицах уторов района. По традиции, итоги «Месячника» будут подведены в День защитника Отечества. Мария Климова, Александр Косицын, программа «События».